Главная задача курорта – сделать всё, чтобы каждый ветеран был окружён всесторонним вниманием и поддержкой, а их в городе проживает более 6,5 тысяч человек. Каждый участник – инвалид войны, труженик тылов, вдовы, воинов – получат единовременные выплаты. Помимо материальной помощи, администрация города вышла с предложением к сочинским здравницам о реализации бесплатных путёвок для ветеранов. Все санатории и пансионаты города поддержали эту инициативу. За счёт привлечённых спонсорских средств всем нуждающимся ветеранам ремонтируют жильё, оказывают бытовую и медицинскую помощь. Немало работы было приложено специалистами межведомственной комиссии по воссозданию имён погибших в годы войны бойцов. На семи братских могилах в Сочи появится 1440 новых фамилий. На остальных мемориальных комплексах из сотни памятников будут проведены работы по ремонту и благоустройству. На эти цели администрации города и края выделено 44 миллиона рублей. Общегородской субботник состоится 6 апреля. Кроме того, на некоторых зданиях в Сочи появятся мемориальные доски. На каждом санатории, туристской базе, везде, где больницы, где были во время войны расположены военные госпитали, всё это будет указано, номер госпиталя какой был, всё это будет мемориальная доска. Каждый человек может узнать, какая история, военная история нашего города. В ходе заседания общественного совета говорили и об акциях в честь празднования 70-летия Победы. Так, школьники выращивают пальмы Победы, которые будут высажены во дворах учебных заведений. До 9 мая пройдёт и акция эстафета «Милосердие. Знамя Победы». Мы серьёзно сейчас готовимся к самому празднованию. Уверен в том, что в этом праздновании примет участие каждый горожанин. Поэтому мероприятия растянутся на два дня. Но они очень важны нам, особенно сегодня, когда военно-патриотическая работа, работа над воспитанием патриотов Родины очень важна сегодня. Что касается культурных мероприятий, то их в городе будет предостаточно, начиная с демонстрации военных фильмов до проведения тематических фестивалей. 6 мая в Комсомольском сквере откроют памятник сочинцу-воину, а 8 и 9 числа пройдут митинги, шествия и народные гуляния. Торжества состоятся на площади Южного мола. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.